Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 августа, Православная Церковь празднует перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа, перенесение нерукотворного образа у бруса Спасителя совершилось в 944 году. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Эдессе правил Афгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Афгаря. Не видя Спасителя, Афгарь уверовал в него, как в Сына Божия, и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа. Но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Афгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус, холст или полотенце. Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатался его божественный лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Афгарь, святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от семидесяти фадей, который проповедовал Евангелие и крестил у веровавшего Афгаря и всех жителей Эдессы. Написав на нерукотворном образе слова «Христе Боже всякий, уповая на Тебя, не постыдится», Афгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться нерукотворному образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Афгаря, правивший Эдессой, впал выдало поклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь повелел в видении дескому епископу скрыть его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 году персидский царь Хазрой I осадил Эдессу, и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел нерукотворный образ. Перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с нерукотворным образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Эдессы овладели арабы, но они не препятствовали поклонению нерукотворному образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багринародный пожелал перенести образ в тогдашнюю столицу православия и выкупил его у эмира правителя города. С великими почестями нерукотворный образ спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа по старому стилю образ спасителя был поставлен в Форосской церкви при Святой Богородице. О последующей судьбе нерукотворного образа существует несколько преданий. По одному его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе, но корабль, на который была взята святыня, потонул в мраморном море. По другим преданиям, нерукотворный образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломия. Известно, что нерукотворный образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, так называемый, на керамии, отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Эдессу. Другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном нерукотворном образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков. Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь нерукотворному образу. В доказательство истинности иконопочитания, папа Григорий II прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание нерукотворного образа в Эдессе, как на общеизвестный факт. Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь нерукотворному образу Спасителя. Празднество в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим спасом – спасом на холсте. Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописании, икона нерукотворного образа – одна из наиболее распространенных. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается попразднство Успения Пресвятой Богородицы и память мученика Диамида Врача, мучеников 33-х палестинских, преподобного Херемона Египетского, священномученика Александра Соколова Пресвитера, преподобномученицы Анны Ежовой, мученика Иакова Гартинского. Совершается празднование Феодоровской и торжество Пресвятой Богородицы, порт Артурской иконам Божией Матери. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!